И мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетьман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи известный журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте, спасибо огромное, что вы нашли время поговорить сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила, спасибо, что позвали. Спасибо. Игорь, если позволите, я хотела бы начать с информации, которая появилась в «Коммерсанте», о том, что генералы Шойгу начали сдавать друг друга ФСБ. Ну, я очень коротко прочту для наших зрителей Амзац. Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ задержали бывшего начальника Первого управления Главного управления связи ГУС Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглобина после того, как показания на него дал его бывший руководитель, замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. И дальше там идет целая статья о том, что же там происходит. Если позволите, я хотела бы от этого оттолкнуться и поговорить о том, что происходит в российской элите, потому что очень много приходилось читать, что идет формирование какой-то такой параллельный. Путин формирует какую-то свою новую такую элиту, потихонечку оттесняя или переводя на какие-то другие должности тех, кто был с ним достаточно долго. Тут и Шойгу можно вспомнить, тут и Патрушева, кстати. Патрушев как-то его не слышно, куда делся Патрушев, то он как-то слишком активничал публично, а сейчас как-то и нет. Означает ли это, что идет какая-то трансформация российской элиты, и о чем это для вас говорит, и вообще нужно ли об этом знать? Ну, первое, сама идея Путина о изменениях в элите, она в большей степени пиаровская, декларативная, потому что Путин имел в виду, что люди, которые прошли СВО, прошли войну, вот они, вернувшись, будут создавать вот эту самую новую элиту. И это, конечно, полная ерунда. Этого нет, не было и не будет. Ну, то есть, отдельные там, отдельные какие-то персонажи, такой, я бы сказал, выставочный вариант, как вот была выставка достижения народного хозяйства, которая не имела никакого отношения к народному хозяйству. То есть, какие-то отдельные случаи, когда на какие-то должности, как правило, такие, я бы сказал, демонстрационные, то есть, там один или два члена Совета Безопасности были, на эти посты были выведены. Ну, понятно, что это сенатор в России, это человек, который ничего не решает абсолютно. Это абсолютно пустая должность, сенат в России, так называемый Совет Федерации, это такой абсолютно бессмысленный аппендикс. То есть, на самом деле, почетно, деньги есть, должность есть, так сказать, значок и эмблемка такая довольно симпатичная, но это пустое место. Точно так же, значит, вот этот вот знаменитый Жога был назначен, значит, тоже, так сказать, участник СВО, был назначен на постпреда постоянного представителя в Уральском округе. Ну, тоже абсолютно бессмысленная должность, человек, который не имеет объекта управления, ничего не решает. Ну, просто так, тоже, чтобы была иллюзия, что вот своих не бросаем, что Путин своих выдвигает, вот людей, которые воевали, выдвигает. Ну, примеров назначения вот таких вот людей, прошедших войну на какие-то более-менее реальные ответственные посты, там, губернатора или на пост министра или что-то в этом роде. Этого не было. Ну, и это понятно, потому что, на самом деле, в России особенности и принципиальное отличие российской армии от украинской армии, это то, что российская армия – это худшие, в России воюют худшие. Ну, в целом, я имею в виду социологический срез. То есть, в России воюют люди из наименее обеспеченных семей, люди, ну, что называется, неустроенные, те, кто не вписался в жизнь. То есть, уголовники. То есть, ну, достаточно понять, каким образом формируется российская армия. Она формируется из уголовников, она формируется из людей, которые не могут, на самом деле, нормальным трудом заработать себе на жизнь, и из-за этого подписываются на, соответственно, так сказать, на деньги подъемные. Вот. Поскольку отсутствует мотивация, реальная мотивация, то есть, ну, все же в конечном итоге, все понимают прекрасно, что никто на Россию не нападает, что ни от кого Россию защищать не надо. Там пропаганда, она, конечно, действует, но она тоже создает некие такие, такое демонстративное согласие. Но в глубине души, конечно, все понимают, что на самом деле это война захватническая. И поэтому мотивации воевать нет. И так в российской армии идут худшие. И формировать вот из этих вот Моторол и Гиви, формировать элиту, ну, это такое себе занятие. Поэтому, так сказать, вот идея Путина сформировать новую элиту, она носит демонстративный характер. То есть, она, это выставочный вариант. В действительности никакой элиты эти люди не создают. Что же происходит? Какие изменения? Происходит некоторая ротация. То есть, да, действительно, там клан Шойгу отодвинут от коррупционных цепочек. Это происходит на глазах. И то, что вы говорили, это как раз проявление того, что идет ротация коррупционных кланов. Коррупция никуда не девается, она не может никуда деться, потому что она составляет основу функционирования российской экономики, она составляет основу российского государства. В России коррупция – это не болезнь. Это форма существования белковых тел. Поэтому, то, что делает на сегодняшний момент, значит, Белоусов, и, ну, как были руками Белоусова Путин, это вот круговорот коррупционеров в природе. То есть, один клан коррупционеров Шойгу сменяется другим. То есть, ну, это вот, ну, это же видно. Совершенно просто понятно, что действительно клан Шойгу Воробьева, то есть, состоящий из приближенных персонально Шойгу и приближенных подмосковного губернатора Воробьева, он оттесняется от коррупционных схем и на смену ему приходят другие. В основном и главным образом, конечно, это ФСБ. Но не вся ФСБ, а, так сказать, некоторые, некоторые части из, из руководства ФСБ, которые захватывают ключевые, ключевые посты в этих коррупционных цепочках. Собственно говоря, вот, если коротко, то вот что происходит. Никакой, никакой существенной, я не вижу никакой существенной, вот, за последнее время, сдвига в элитах. Что, ну, если говорить о том, что элиты становятся более военизированными, так они были военизированы. То есть, с самого начала элиты, реальными элитами является все, что каким-то образом связано с силовиками. Силовики. Вот это и есть элита. Сказки про то, что там какие-то олигархи представляют собой какие-то элиты, ну, этого не было никогда в путинской России. Олигархи не были никогда. Олигархи – это кошельки, это терпилы. По, в терминологии реальной, если говорить о верхушке путинского фашистского режима, называть это не свойственным для них словом элита, это верхушка. Реально для них олигархи – это вот терпилы, фраера, которых, так сказать, надо грабить и, так сказать, ставить на счетчик и так далее. Поэтому они есть, да, они, так сказать, богатые люди, хорошо устроенные в жизни, но они, безусловно, не являются лицами, принимающими решения. Их никто не зовет на главные совещания. Поэтому, так сказать, элитой их назвать невозможно. Так что вот какого-то радикального сдвига в верхушках российской политической структуры я, откровенно говоря, не вижу. Игорь, тогда давайте поговорим немного о мобилизации. Потому что было такое ощущение, что Путин объявит осенью большую мобилизацию, исходя из того, что происходит на фронте. Мне неоднократно приходилось, наверное, впрочем, как и вам, слышите от военных экспертов, что у людей, у Путина все меньше и меньше. Пока это не видно, пока это не ощущается по спаду давления на украинских фронтах. Это очевидно, да. Но, тем не менее, как вам кажется, почему Путин не объявляет очередной виток мобилизации? Это первый вопрос. И второй, вот то, что северокорейские военные приехали в Россию, означает ли это, что формируется какой-то блок? Это первый момент. То есть война переходит в какую-то другую стадию, я не знаю, блоковость. Или это означает, что у Путина проблемы с мобилизацией, и он пытается это компенсировать? Ну, и может быть что-то еще, потому что можно много чего набросать. Но мне очень интересно, как вы это просто видите? Мне кажется, что глаголы, которые вы используете, они могут употребляться не в будущем, а в настоящем времени. Потому что формирование военного блока состоялось. Есть твердый договор, ясный договор между Россией и Северной Кореей, который означает этот военный блок. И тут будущее время неуместно. Он действует, он на сегодняшний момент проявляется в том, что уже тысячи корейцев, северных корейцев находятся в Курской области. Это зафиксировано, это зафиксировано. И руководством НАТО это зафиксировано, и местными жителями. То есть они есть, это уже все есть. Значит, это действительно военный блок. Сейчас, скорее всего, в самое ближайшее время к этому блоку присоединится Иран, потому что примерно такое же соглашение подписывается с Ираном. Я не уверен, что, я просто не знаю, не буду изображать из себя Вангу, я не уверен, что там бойцы корпуса Стра и Исламской революции могут оказаться на фронте против Украины. По крайней мере, такой договор, который открывает дорогу в этом направлении, он существует. По крайней мере, он, так сказать, Путином продвигается. Что касается Северной Кореи, то это, да, это военный блок. И здесь, я бы сказал, даже не с публицистической, а именно с точки зрения оценки ситуации, такой достаточно хладнокровной. Ну, пожалуй, что это движение в сторону Третьей мировой войны. Потому что, если не нагружать понятие Третьей мировой войны какой-то эмоциональной составляющей, то что это такое? Это включение вот в эту войну, непосредственно в горячую фазу войну, еще нескольких стран. Но эта война уже носит действительно мировой характер, потому что мы видим, как на наших глазах все больше втягивается в эту войну Южная Корея, потому что они прекрасно понимают цель Ким Чен Ина создать боеспособную, умеющую воевать в современных условиях армию, так сказать, пропустив, превратив Украину в полигон. И действительно в этом смысле Южная Корея ощущает огромную угрозу для себя. И мы видим, что сегодня все более и более интенсивно политическое и военное руководство Южной Кореи готово сотрудничать с Украиной. То есть втягивание в эту войну, причем не просто в качестве поставки оружия, не просто на дипломатическом, каком-то политическом уровне, а прямо уже на военном уровне втягивание все новых и новых стран. Поэтому постепенное перерастание, то, что война уже приняла блоковый характер, это сложившийся факт, здесь уже не будущее, а настоящее время. Ну а вот перерастание в Третью мировую, оно в настоящий момент как раз идет. Возможности остановить это перерастание я пока не вижу, потому что, ну я не понимаю, что может остановить Северную Корею и Россию от того, чтобы они все больше и больше использовали вот эту бесплатную, ну не бесплатную, там по две тысячи долларов платятся за каждого, но тем не менее довольно дешевую военную силу рабов северокорейских. Так что это происходит. Значит, что касается мобилизации... А можно сразу, позвольте, облоковость еще уточнения, да, потом о мобилизации. Командующий белорусских сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил, что представители Китая, Узбекистана и Казахстана приняли участие в военных учениях в Белоруссии на протяжении последних трех-четырех месяцев. И это объясняется тем, что, возможно, они изучают уроки, которые получили российские военные во время войны через вооруженные силы Белоруссии. Это выглядит просто как, ну, мягко говоря, не до конца понятная фраза, да. Но тем не менее, не кажется ли вам, что вот эта история с учениями... Ведь это уже следующее, китайцы и до этого уже проходили учения в Белоруссии. Насколько вот эта часть, насколько Китай может вовлечься, и насколько со временем мы можем говорить о подготовке войны на нескольких театрах военных действий, как, впрочем, это было и во время Второй мировой войны. Правда ведь? Это же сразу почему-то такие параллели, к сожалению, приходят. Да, конечно. И более того, практически я сейчас немножко отклонюсь в сторону, то, что на самом деле мы видим в значительной степени, что Корейская война, теперь вторая серия Корейской войны уже может происходить на территории Украины. То есть Южная Корея явно втягивается, по крайней мере, оружием. Оружием, значит, советниками. То есть, на самом деле, вот эта вот вторая часть Корейской войны теперь может происходить на территории Украины. Вот. А что же касается учений вот этих вот, я бы не стал преувеличивать их значение. Понимаете, все-таки дистанция от учений до, значит, до участия в военных действиях довольно большая. Поэтому, все-таки, особенно Казахстан, который сейчас только что демонстративно отказался вступать в ШОС, это была такая очередная, очень такая увесистая, но элегантная пощечина со стороны Такаева Путину. Вот. Такаев, естественно, в достаточной степени демонстрирует лояльность свою, потому что гигантская, абсолютно открытая граница между Казахстаном и Россией делает его очень таким вежливым. Но, тем не менее, периодически пощечины Путину он отвешивает достаточно увесисто. И, в частности, вот это его заявление о том, что он не собирается вступать в БРИКС. Вот. Поэтому я не думаю, что там войска Казахстана в какой-то обозримой перспективе хоть как-то могут участвовать в этой войне. То же самое с Китаем. А Северная Корея, да. И это существенно. Это действительно блоковость. Ну и вообще в целом, вы знаете, все-таки существует такая специфическая субкультура политического и медийного, так сказать, речи и спускания со стороны белорусских политиков и журналистов, сотрудников СМИ. Это удивительная субкультура, которая, как бы, ее можно было бы отнести к скоморошеству. Это вот такая вот, знаете, смеховая субкультура, как скоморошество, там, значит, всякие там какие-то клоунады, шутовство. Ну, тот же самый Лукашенко. Понимаете, это нечасто встречающийся тип диктатора шута, который несет полную ахинею, кривляется, там, говорит глупости очевидные, причем очевидные глупости. Но, тем не менее, хитро подмигивает и остается у власти 30 лет. Это я к вопросу о каком-то странном заявлении вот этого представителя белорусского режима, о котором вы только что процитировали. О чем, говорит этот человек, понять совершенно невозможно. Да и не нужно. Просто я... Ну, понимаете, ну, возьмите озаренка. Ну, что, мы серьезно будем обсуждать речи и спускания озаренка? Нет, конечно. Это, я бы сказал так, здесь это надо рассматривать просто как... Надо просто слышать интонации, слушать децибелы. Но вот к этому надо относиться, мне кажется, просто как к какому-то физическому явлению. Ну, раз уже заговорили о Лукашенко и физическом явлении, почему-то мне вспомнилось его интервью «Известия», на секундочку, интервью «Лукашенко-известия», где он объясняет журналисту, что если Россия вот на все эти, всю эту экономическую помощь заставит Украину, заставит Беларусь стать частью, да, и приглашает стать частью России, то он на это не согласен. И вообще, он говорит, не хотелось бы произносить это слово, но это же война, сказал он. Он сказал это слово. И он сказал это в «Известиях». Я вот подумала, черт, что же произошло? Ну, правда, потом вспомнила, что у него там скоро выборы, какие-то досрочные президентские, или что там в следующем году, если я не ошибаюсь, там, да. Вот, ну, не знаю. Но все-таки... Знаете, я просто, понимаете... Вот вы смеетесь, а это между прочим и все, что вы не сказали. Я не смеюсь, это такая естественная реакция организма. Я понимаю, что вы сейчас делаете все для того, чтобы превратить наш серьезный разговор в стендап. Вот, потому что, ну, как можно реагировать? То, что говорит Лукашенко, это какие-то проявления внутренних процессов в его организме. Оценивать это с точки зрения логики, здравого смысла. Ну, так уж, чтобы... Ну, не то, чтобы закрыть тему, это невозможно. Лукашенко – это тема вечная, потому что он 30 лет у власти, еще будет... Он и Путина переживет, и всех нас. Возможно, к сожалению. Но вот это вот его интервью, суть его заключается в том, что кто-то в российских... Кто-то, кого он не называет, в российских верках, требует от Лукашенко, чтобы он... Чтобы Беларусь вступила в Россию и, так сказать, стала частью России. Ну, я могу сказать только одно, что... Что здесь сказал Лукашенко? А он просто соврал. Просто никто никогда в российских верках никогда, ни при каких обстоятельствах, такой глупости сказать не мог. Ну, какой-нибудь, я не знаю, бомж где-нибудь на улице, которого там... На вокзале, которого Лукашенко отыскал, мог такое сказать. Но никто в российских верхах такого сказать не мог. Это абсолютно бессонтно. Тем более Лукашенко. То есть, очевидно, что Путин и всю российскую верхушку абсолютно устраивает та ситуация, которая сложилась. Когда, так сказать, есть вот это, так называемое, союзное государство, Лукашенко является, и Беларусь является полностью подконтрольной территорией, где Путин может делать что угодно. Вот, сам Лукашенко об этом свидетельствует. Поэтому никто такой глупости Лукашенко, конечно, не сказал. Он это все выдумал, он соврал. Для того, чтобы, сидя в заднем кармане у Путина, продемонстрировать свою субъектность, продемонстрировать свою независимость, свою лихость, свою храбрость. Он, я как этим путинистам дал отпор. Смотрите, белорусы, батька-то, смотрите, какой крутой. Он не просто путинский халуй, он смелый путинский халуй, который самому Путину, так сказать, может, если что, по зубам. Смотрите, как он подмышкой таскал этого Гутерриша. Что такое Лукашенко? Лукашенко это батька могучий, который берет Гутерриша подмышку и шепчет ему что-то на ухо. Пойдем, я тебе покажу. Что он ему там показывает? Это какая-то сценка из порнографического фильма. Вот вы сказали, что я хочу превратить стендап, а сами тоже превращаете в стендап. Вы тему называете, вы не сваливаете на меня ответственность. Вы тему обозначаете, которую невозможно всерьез обсуждать. Это действительно такая вот порнографическая история. Вот, все. Давайте. Но справедливости ради, справедливости ради, я хочу напомнить, что войска России заходили с белорусской территории, и по-прежнему украинские военные присматриваются, что делают там 40 тысяч белорусских военных. Это так на всякий случай, потому что как бы оно не было, не выглядело как стендап, но вот армия белорусская все-таки есть. Это все правда. И более того, так сказать, все это, конечно, вообще режим решим Лукашенко, это совсем не смешно, потому что он по количеству политзаключенных, даже превосходит российских. И по свирепости этот режим, конечно, пока что превосходит российских, хотя российских догоняют. Вот. А теперь, я просто говорю, у этого свирепого, кровавого и чудовищного режима, у него такая шутовская оболочка. Я об оболочке. Поэтому, когда мы говорим о риторике этого режима, то здесь, конечно, все это в стендап превращается. А нутро-то, конечно, чудовищное, кровавое, и, вы знаете, люди, которые оказываются в застенках Лукашенко, им совсем не до смеха. Вот. Теперь, что касается действительно более серьезной темы, это мобилизация. Путин, конечно же, не хочет никакой мобилизации, потому что, ну, уроки первой мобилизации, которая была осенью 2022 года, они показали, что 300 тысяч было мобилизовано, свыше миллиона сбежало тут же за границу. Какое количество спряталось от мобилизации внутри России, никто не знает. Но это явно несколько миллионов человек. Поэтому, создавать вот такую вот историю, тем более, мобилизация в крупных городах, в Москве, в Питере, ну, это будет просто, понимаете, это будет, ну, там, конечно, никакого восстания не будет, это понятно, никакого бунта не будет, но это будет очень большое бурление, недовольство, люди начнут разбегаться, бежать в разные стороны. То есть, понятно, что воевать никто не хочет. В России никто не хочет воевать. Это очевидно. У Путина пока, пока Путин справляется. И вот конца этому пока, пока, извините, не предвидится, потому что у него есть несколько источников пополнения пушечного мяса. Источник номер один это покупка. Он действительно там сейчас уже три миллиона, может больше платить. Но здесь ограниченность этого источника она очевидна, потому что там нет такой вот зависимости прямой. То есть, этот график, он не является таким вот плавным, что чем больше платить, тем больше будет мобилизовано. нет, здесь есть какие-то в этой зависимости есть какие-то разрывы, какие-то скачки, какие-то ступени, потому что есть категории, которые действительно готовы идти за небольшие деньги, эти категории практически исчерпаны. Есть категории, которые готовы идти за большие деньги, эти категории могут тоже быть близки к исчерпанию. Ну, а дальше начинается разрыв, Потому что, например, человека, который имеет устойчивое материальное положение и достаточно комфортный уровень жизни, его ни за какие деньги не затащишь на фронт. А причина в том, что мотивации нет. Все же понимают, на самом деле, что реально это никакого отношения к защите отечества не имеет. Все же хоть как-то представляют себе географическую карту и понимают, где идет война и где находится их родина. Понятно, что на камеру многие сибиряки могут говорить, что они едут защищать свое родное село за 6000 километров от этого села. Но это так, это на камеру. А так все понимают, что на самом деле это война захватническая, война империалистическая. И, в общем, умирать-то не за что. Поэтому первый ресурс это за деньги. Он есть, он продолжается и пока это работает. Второй ресурс это уголовники. Тюрьмы российские постепенно пустеют, но это не беда. Путин же подписал закону о том, что можно освобождать людей из-под следствия. То есть совершенно не обязательно брать из тюрьм. Можно брать людей из следственных изоляторов. А следственные изоляторы пополняются, это совершенно бездонная бочка. Потому что пополнение следственных изоляторов может происходить в неограниченных количествах. Был бы человек, а дело найдется. Статья верная найдется. То есть возбуждать фиктивные уголовные дела. И тут же человеку предлагать, так сказать, хочешь два варианта, пожалуйста. Либо в тюрьму, либо на фронт. И это в принципе работает. И сейчас это уже есть. Так что это тоже ресурс. Несмотря на кажущуюся исчерпаемость, тем не менее ресурс достаточно надежный. И последний, я имею в виду внутренний ресурс, это срочники, призывники. Казалось бы, есть закон, который запрещает срочников направлять на фронт. Но это же не беда, потому что как только человек попадает по призыву в армию, с ним начинают работать. И через какое-то время очень немногие, я не знаю, у меня нет данных, но по крайней мере эксперты говорят, что где-то 90% срочников не выдерживают давления, подписывают контракт. А даже если не подписывают, то вдруг неожиданно выясняется, что они его уже подписали. Такие случаи есть, они обнародованы. То есть человек, попав по призыву, вдруг неожиданно оказывается в составе мобилизационных войск. То есть может оказаться на фронте. То есть вот эти три источника пополнения пушечного мяса, они действуют, они работают. Но почему бы не придумать еще один источник, это Северная Корея. И здесь я думаю, что у Путина сейчас в условиях, когда у него и четыре уже получается источника пополнения пушечного мяса, никакой необходимости в мобилизации нет. Я думаю, что скорее всего ее не будет. То есть никогда не говори никогда, понятно, что может случиться, но я пока не вижу. Для Путина все-таки мобилизация это плохо. Это напряжение, это, так сказать, вот это вот колыхание аморфной массы российской, которая на самом деле и составляет основную поддержку путинского режима. Потому что поддержку путинского режима, конечно, составляет не некоторое, относительно небольшое количество упоротых фанатов Путина. Основную поддержку путинского режима составляет вот эта вот огромная масса безразличных ко всему людей, которым все равно. Ну, я уж не говорю там на гибель украинцев или еще кого-то, но даже на собственных детей наплевать. У вас есть журналист, который постоянно, Золкин, который постоянно общается с пленными и с их родителями. Мы видим, что часто родители пленным абсолютно наплевают на собственных детей. Вот. И это как раз основная поддержка. Не горячие сторонники войны, не истеричные там пропагандисты и их аудитория, которая, кстати, постоянно уменьшается, а именно вот эти вот безразличные, анимичная масса. И вот ее колыхать Путин не хочет. Потому что это его главная опора, главная поддержка. Так что я думаю, что никакой мобилизации не будет. Вот есть блоковый принцип и перерастание, явное перерастание в Третью мировую войну. И Путина пока все устраивает. Мне кажется, вот очень многие наши, скажем, с вами единомышленники, как из числа российской политэмиграции, так и из числа украинских журналистов, давая своим публикациям такие размашистые названия, там Путин боится, Путин испугался, Путин, значит, опасается, мы ошибаемся. Ну, я сейчас не говорю о каком-то конкретном, но это ошибка. Потому что на самом деле Путин прекрасно себя чувствует. Я вижу это просто не потому, что пытаюсь там заглянуть. Я просто в его сознании это темная история, что у него там между ушами происходит. Но судя по объективной ситуации, ему особо опасаться нечего. И в экономике у него достаточно устойчивая ситуация, и с точки зрения ситуации на фронте. Вот. То есть, ну, пока, по крайней мере, в обозримый период он себя чувствует достаточно уверенно. Ну, а то, что он не достигает целей войны, ну, что называется, здесь принцип война-фигня-главные маневры. То есть, цель войны очевидно недостижима. Это сегодня уже понимают все. Понятно, что Украину ему не захватить. Вот. Но его вполне устраивает вот это вот состояние, состояние такого вот постоянного горения. Постоянного горения и наползания на украинскую территорию. Вот. Его полностью устраивает то, что происходит сейчас на фронте, да и в международных отношениях тоже. Игорь, когда вот все это начиналось, многие эксперты говорили о том, что Путин начал эту войну, чтобы сохранить просто сохранцу власти. Но сейчас, когда эта война начинает уже превращаться в такую блоковую войну, ну, по крайней мере, начало, да, мы только что об этом говорили, означает ли это, что тогда ставки повышаются, и здесь уже начинается совершенно другая история? И вот насколько вот это другая история, теперь возможно. Потому что мы видели, как Запад реагировал вот на войну России против Украины. Он все время говорил, это не наша война, вот это вот только Россия с Украиной. Постепенно он втягивался, но по-прежнему фразу «это наша война», а так никто там на Западе по большому счету и не произнес. Ну, может быть, кто-нибудь, но вот так вот без особого энтузиазма, прямо скажем, да. А вот если вступает в войну Северная Корея, это опасно, сказал президент Байден, и все. И все опасно, и дальше что? Хочется дальше какой-то реакции. Вот как вам кажется, если вот уже и Северная Корея, ну, я не знаю, там, в конце концов, Иран, да? А Иран уже вступил, отправляет свое оружие, там, и все прочее, инструкторов своих и так далее. То есть, по большому счету, если так вот внимательно присмотреться, то, наверное, Иран, да, уже участвует в этом. То что дальше, как вам представляется? Смотрите, во-первых, я не согласен с ключевой фразой, с которой вы начали подводку к этой фазе беседы. Я совершенно не согласен с тем, что Путин начал эту войну для того, чтобы сохранить власть. Потому что 23-го, накануне войны, 23-го февраля 22-го года, и раньше, никакой опасности для путинской власти не было. Никакой угрозы. Путин вообще все это время, все на тот период 22 года своего правления, у него никогда не было, ни одной секунды не было угрозы существования его власти. И в 2022 году вообще откуда угроза? Откуда, из какого места произрастает эта угроза? Из какого, так сказать, как говорил классик, из какого мокрого тела могла быть сделана эта угроза, чтобы она могла представлять какую-то опасность для Путина? Понимаете, что такое Россия в феврале 2022 года? Оппозиции нет. Никакой оппозиции нет. Вообще с экономикой все в порядке. Несмотря на текущую войну против Украины, которая началась в 2014 году, Путин ездит по всему миру. Ну да, конечно, из семерки выкинули, это, конечно, какие-то санкции, но эти санкции напоминают такие эротические поглаживания. Понимаете, не более того, что за проблемы-то, какие проблемы, торгуют со всем миром, ну царь горы, где, откуда, из какого места растут эти угрозы. Но меня всегда это удивляло, что Путин вроде как испугался за свою власть, ничто ему не угрожал, ни из какого источника угрозы власти не происходило. С элитами своими он делал все, что угодно, кого надо, периодически сажал, кого не надо, периодически повышал. Он был абсолютный персоналистский диктатор, его власти ничего не угрожало, это первое. Причина войны это его убеждение в том, что он должен, то есть это человек, который, ну знаете, как вот диктатор, который добился абсолютной власти, он начинает дальше фантазировать. Там примеры Нерона, например, так сказать, и других людей, когда люди просто сходят с ума и начинают ерундой страдать. И вот он же начал эту войну лично сам, ломая через колено свое ближайшее окружение. Мы видели это замечательное, ну там ломать-то нечего было, они все, так сказать, беспозвоночные. Вот, мы видели это знаменитое заседание Совета Безопасности, когда он поставил по стойке смирно всех этих, значит, Нарышкиных и прочих, и прочих, так сказать, там Шойгу и прочие. Они все выходили к доске, пытаясь угадать, чего он от них хочет. Некоторые сбивались, Путин их носом по столу катал. То есть, на самом деле, он лично начал эту войну, исходя просто из своего представления, что он должен, он великий Владимир, собиратель земли русских, и более того, он должен преодолеть последствия величайшей геополитической катастрофы. Он должен воссоздать Российскую империю, по крайней мере, так сказать, ну, постепенно. Вот Беларусь, он уже подмял союзное государство, дальше Украина, дальше будет Казахстан, дальше будет Грузия, что сейчас происходит на наших глазах. Просто на наших глазах происходит это. Поэтому это вот просто его имперские хотелки. Никакого, так сказать, никакой цели в сохранении власти, там вообще никакой угрозы не было. А теперь, что теперь происходит? А теперь происходит, опять-таки, перерастание этой войны. Действительно, логика самой, сама логика этой войны, она приводит к тому, что эта война перерастает в мировую. Теперь вот вы и дальше, ваш основной тезис это, а что же Запад? А проблема заключалась в том, что на Западе нет людей, политических лидеров, которые готовы принять этот вызов. Потому что вы обратили внимание, как долго лидеры западного мира, включая руководство НАТО, руководство Соединенных Штатов Америки и других стран, отказывались признать очевидную вещь. То есть, они как бы смотрели и не видели, где там, какие северные корейцы. Да не знаем, у нас нет таких данных. Мы не знаем, где это. То есть, причина очень простая, когда уже, ну и разведка Южной Кореи говорит, и жители Курской области говорят, что ну, видим мы их. Когда есть съемки о том, что они оказались, эти северные корейцы оказались на территории России, и видно, что их там переодевают в российскую форму. Ну, все эти записи... Нет, мы пока выясняем. Мы пока не знаем. Причина очень простая. Они не знают, как на это реагировать. Просто они понимают, что происходит что-то очень серьезное, и реакция адекватная должна быть, ну, не такой, что, да, что-то нам это не нравится, мы выражаем глубокую озабоченность. Они же понимают, что такая реакция, она явно неадекватная, она явно, ну, это какая-то медицинская уже история. Вот, поэтому, а адекватная реакция какая? Ну, если это, ну, слушайте, если это уже действительно движение в сторону мировой войны, то тогда антипутинская коалиция должна принять, сформулировать, наконец, ту цель, которую она до сих пор не сформулировала. Ведь у антипутинской коалиции, ну, вот имеется в виду, там, антипутинской, антифашистской, как угодно, нет цели, которые, цели в этой войне. Байден до сих пор не выполнил поручение Конгресса Соединенных Штатов Америки, который, выдавая ему 61 миллиард долларов для помощи Украине, попросил простую вещь. А теперь, Байден, объясни, куда, зачем ты собираешься это? Зачем тебе такие деньги? То есть, именно об этом постоянно говорил тот самый Джонсон, Майк Джонсон, который блокировал на протяжении полугода эту помощь. И потом, когда выдали, потребовали, это же записано было, потребовали сформулировать цели Соединенных Штатов Америки в этой войне. Так и не сформулировали. Потому что их нет. Потому что единственная цель, которая может быть адекватна вызову, это уничтожение путинского фашистского режима. Уничтожение государства. Не, так сказать, не просто разгром российской армии, а уничтожение государства. Потому что совершенно очевидно, что вот, что мне не очень нравится в плане победы Зеленского, это то, что в нем сформулирована цель дойти до границ 91-го года. Совершенно очевидно, что отбрасывание российских войск до границ 91-го года, это не победа в войне. Это не прекращение войны. Это просто перемещение линии фронта на границе. Это, конечно, замечательная задача, освободить свою территорию. Но с какого перепуга кто-то решил, что Путин прекратит войну, если он будет отброшен на границе 91-го года. Из чего это следует? Ни из чего. Поэтому единственная адекватная цель это уничтожение фашистского режима, который создал Путин. И в который превратилась Россия. Это уничтожение российского государства в том виде, в который она сейчас приобрела. Понимаете? Потому что когда была Вторая мировая война, то очевидной целью было уничтожение Третьего рейха. Не, так сказать, отбрасывание гитлеровских войск на территории довоенной Германии. Такую цель никто не ставил. Там эта граница, германская граница, граница Третьего рейха, она была переедена без всяких сомнений. Все понимали прекрасно, что надо уничтожить это государство. Государство. Именно государство. Которое приобрело такой характер, как раковые опухоли. Ее надо уничтожить. И здесь тоже единственная возможность избавиться от этой глобальной угрозы. Третья мировая война, это серьезно. Потому что, кстати говоря, со стороны блока, это блок двух ядерных государств. Северная Корея это ядерная держава. Кстати, да. Вот это очень важный момент. Я вот хочу это подчеркнуть, потому что, по большому счету, я впервые услышала это определение. Блок двух ядерных государств. Это очень важно. Это блок двух ядерных государств. И здесь должно быть уничтожено то государство, которое является главным ведущей частью этого блока. Именно я еще раз настойчиво повторяю. Уничтожено должно быть государство. Это, конечно, не значит, что уничтожены должны быть все люди, которые живут в этом государстве. Просто вот эта злокачественная опухоль, которая превратилась Россия, она должна быть ликвидирована. Что там дальше? Все понимают прекрасно, что никто от, так сказать, до Владивостока оккупировать Россию никто не собирается. Более того, никто даже не собирается доходить до Москвы. Это, скорее всего, невозможно. Но речь идет о том, что нужно нанести путинскому режиму такое поражение, после которого внутренние процессы начнут развиваться так, чтобы путинское государство изнутри само себя сожрёт. И вот эта цель, опять-таки, это цель военная, цель политическая. То есть, я сейчас не собираюсь разворачивать свои собственные представления о том, как это можно сделать. Потому что, ну, на самом деле, во-первых, это явно тема, которая выходит далеко-далеко за пределы нашей беседы. А во-вторых, ну, на самом деле, здесь, конечно, нужен диалог. Потому что нужны серьёзные эксперты, специалисты в области спецопераций и так далее. То есть, конечно, это должна быть цель. И дальше под эту цель уже должны быть средства. И там самые разные средства. Это другое совсем оружие. Это другие деньги, которые должны выделяться Украине. Это другое оружие. Просто совсем другое. Это должны быть томогавки. Это должны быть сотни, сотни пилотов, американских, британских, французских, которые должны, могут в этом случае заключить контракт с вооружёнными силами Украины. Это несколько сотен самолётов современных. F-35, Миражей и так далее. То есть, на самом деле, это совсем другим. И если такая цель ставится, то под неё совсем другие средства. И это достижимая цель. Потому что потенциал, военный потенциал НАТО вполне в состоянии эту цель реализовать. Ну и дальше это серьёзная агентурная работа с российскими... Ну вот вы говорите о российских элитах. Реальные российские элиты – это министры, это губернаторы, это, так сказать, генштаб. Вот это реальные российские элиты. Но та полная фигня, которую Путин там, так сказать, заявил о том, что он сформирует элиты из зэков, которые прошли войну, это, конечно, полная ерунда. Это для красного словца. А вот с реальными российскими элитами никто не работает. А с ними работать надо. Во время Второй мировой войны работали. Ещё как работали. С генералитетом Третьего рейха. То есть, на самом деле, здесь... Ну, понимаете, я сейчас не буду себя изображать стратега, который знает, как это сделать. Но, в принципе, здесь более-менее понятное очертание. Это физическое уничтожение Путина, которое, конечно же, должно быть в качестве одного из ресурсов, используемых для того, чтобы уничтожить этот фашистский режим. Понятно, что никто не выйдет на трибуну ООН и не скажет о том, что мы хотим убить Путина. Но у меня нет никаких сомнений, что если цель уничтожения вот этого режима, то так, в том числе, одним из инструментов реализации этой цели должно быть физическое уничтожение Путина. Почему предыдущего террориста номер один, пархатный, плюшевый Обама, издал приказ без суда и следствия уничтожить? А почему, так сказать, вот сегодняшнее военное политическое руководство США, других стран, Украины в том числе, не может ставить задачу уничтожить нынешнего террориста номер один, который гораздо опаснее Усамы Бан-Лады? Почему Украина не должна вернуть себе ядерное оружие? Будапештский меморандум абсолютно лживым, провокационным образом отнял у Украины ядерное оружие в обмен на безопасность. Безопасности нет, и ядерного оружия тоже нет. Но если одна сторона этого соглашения нарушена, почему должна соблюдаться вторая сторона? Украина, конечно, должна стать ядерной державой. У любого человека, который в состоянии просто спокойно анализировать ситуацию, нет никаких в этом сомнений. Почему Израиль мог создать ядерное оружие? Ну да, то, что не надо об этом кричать на всех вокзалах, это правда. Но совершенно очевидно, что историческая справедливость и необходимость сохранить европейское государство Украины и украинский народ, просто как сообщество людей, которые считают себя украинцами, требует того, чтобы Украина стала ядерной державой. Восстановила свой статус ядерной державой, каковой она была в качестве Украины, как части Советского Союза. То есть, это все вещи, которые, ну, мне представляются, ну, самоочевидными. В настоящий момент, когда военное политическое руководство стран Запада не в состоянии это сформулировать, просто не в состоянии, ну, потому что чудовищное измельчание политического лидерства на Западе, оно очевидно, достаточно того, что будет через неделю происходить в Соединенных Штатах Америки, мы видим, что огромное количество людей просто не понимают, как делать выбор между плохим и очень плохим. И действительно, выбор, вот этот выбор, он символизирует, символизирует деградацию политического лидерства на Западе. Ну, а раз так, раз они не могут это сформулировать, я думаю, что рано или поздно Украина это сформулирует сама, одна. И в конечном итоге процесс превращения Украины в большой восточноевропейский Израиль не в плане там языка, не в плане культуры, а в плане именно геополитического положения и политического поведения практически неизбежен. Смотрите, что сейчас делает Израиль. Он объявил Гутерриша персоной Нонграта, он выкинул пинком под зад вот это вот агентство ООН по помощи, по помощи Палестине, просто пинком. Криков, шума, как же так, нарушаете устав ООН, пошли в задницу. Израиль пытается выжить. Более 70 лет Израиль пытается выжить. И Израиль плевать хотел на все шипение со стороны и американских политиков, которые говорят, туда не бейте, сюда не бейте, этого нельзя, этого нельзя. Израиль говорит, да, товарищ дядя Сэм, есть. И бьет куда хочет. Ему говорят, что ну вот нехорошо там по этим объектам бить. Не вопрос, мы не бьем, они просто сами почему-то взрываются. Значит, та же самая ситуация с ядерным оружием. Железный закон человечества нераспространения ядерного оружия. Израиль создал ядерное оружие и говорит, а у нас его нет. Нет. Ручки вот они. На обыщи. Но если надо, мы нанесем ответный ядерный удар. Все. То есть, на самом деле, ну, слушайте, ну, чего-чего, а Украина подобным языком владеет. То есть, да, мы не бьем по российским объектам, просто россияне курят постоянно в неположенных местах. Это же знаменитая, так сказать, риторика. Это, понимаете, украинцы умеют шутить не хуже евреев. Поэтому я думаю, что вот эта стилистика, она вполне в духе Украины. Нет у нас никакого ядерного оружия. Но если надо, то оно вдруг откуда-то появится и уничтожит любого врага. Не бьем мы по территории Украины. Вернее, извините, по территории России. Просто Уралвагонзавод как-то вдруг неожиданно исчез. Ну, бывает. Все-таки Россия – это загадочная страна. Разобрали банки за кредиты. Разобрали банки за кредиты. У него что-то проблемы. Да. Так что вот я думаю, что это движение, оно как-то очень естественно, мне кажется. И у меня такое ощущение, что украинское военное политическое руководство это понимает. Потому что я совершенно точно знаю, что уж что-что, а обвинить в том, что они не понимают ту степень угрозы, которая на сегодняшний момент навесила над Украиной. И то, что все, что я говорю, мне кажется, для украинского военного политического руководства – это очевидные вещи. Я так думаю. Потому что я точно знаю, что на Банково и в других местах, где находится руководство Украины, там сидят люди точно не глупее меня. Игорь, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время поговорить сегодня с нами. Спасибо. Удачи вам. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо большое. Игорь Яковенко был сегодня нашим гостем, за что мы ему ужасно признательны. Конечно, благодарны вам, нашей спонсорной платформе Патреон и Ютуб. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.